G2A.com – магазин игр по низким ценам. 3% кэшбэк с промокодом, что на экране. Ссылка в описании. Порой разница между попыткой создать страшную игру и по-настоящему страшной игрой заключается в тех, кто бродит во тьме, а не в стиле повествования или сюжете. И поэтому сегодня GameRanks представляет вам 20 самых жутких противников в видеоиграх. Номер 20. Кликеры из The Last of Us. Это люди, зараженные грибком. Звучит совсем не страшно, не так ли? Но звуки, которые они издают, вместе с уроном, который они наносят, делает их не только уникальными, цитирую, зомби, но и позволяет создать еще одну научную теорию о том, что представляют собой зомби. И, в общем-то, звучит она весьма реалистично. Они словно насекомые, зараженные грибком, которые контролируют их разум, грубо говоря. Теория основана на том, что на самом деле имеет место в мире. Пусть и не с людьми, но разве вам из этого не стало хоть чуточку страшно? Мне вот, например, да. Номер 19. Прокси из Сомы. Прокси – это нечто, бывшее когда-то человеком, результат мутации от структурного геля. Для тех, кто не знает, что такое структурный гель, это один из основных инструментов антагониста, который, кстати, является искусственным интеллектом. По сути, структурный гель представляет собой интерфейс, и при контакте с людьми он превращает их в отвратительные горы плоти в наростах. Они не способны видеть, зато у них отменный слух. Прокси являются марионетками системы надсмотра. Номер 18. Маленькая стерва из игры «Алиса. Безумие. Возвращается». По-моему, у этого монстра самое дурацкое название, но назван он так неспроста. Эта штука, по сути, представляет собой несколько роботизированных конечностей куклы, и она умеет плеваться кислотой. Их не так уж и сложно убить, но они внушают ужас, когда атакуют и плюются в вас. Номер 17. Мёртвая рука из игры «Легенда о Зельде. Акарина времени». Мёртвая рука – это вот бесформенная масса. И хоть я в этом и не уверен, но по идее она покрыта кровью. У неё огромные зубы, совсем нет глаз, вместо рук острые шипы и дружелюбный нрав. Шучу насчёт последнего, конечно же. На самом деле у неё пустой мёртвый взгляд и вечное желание сожрать ваше лицо. Этакое напоминание, что вы играете совсем не в Марио. Конечно, Хайрул весьма красочен, однако вот эта масса, вероятно, мёртвой плоти, стонной до жути страшных рук, торчащих из земли и готовых опутать игрока, совсем не схожа с противниками в Марио. Номер 16. Кровопийцы из Бладборна. Их описывают как этих блох, однако помимо того, что они делают, я не вижу никакого сходства. Как по мне, они выглядят как ужасные мутировавшие человекоподобные существа с длиннющими языками и вздувшимися от выпитой крови животами. И как я уже сказал, у них крайне отвратительно длинные языки, благодаря которым они и называются кровопийцами. Когда их не так много, то убить их не очень-то и сложно, но в любом случае, они взрываются после смерти. Ну, точнее, их желудок. К счастью, в Бладборне за собой убирать не нужно. Номер 15. Прислужники из игры Амнезия. Призрак прошлого. По сути, это сильно мутировавшие слуги. Существует множество теорий, почему они так выглядят, однако куда более важен тот факт, что у них чудовищные и мёртвые морды с огромным свисающим лоскутом плоти вместо челюсти. Номер 14. Кроулеры из второго Дэдспейса. Эти существа – инфицированные мутировавшие младенцы, ползающие со свёрнутой шеей и животами кверху, потому что их животы полны взрывчатого вещества. Они есть и в третьем Дэдспейсе, но выглядят не столь жутко без человеческого лица, потому что в этой части игры это уже не человеческие детёныши. Конечно, это ни в коем случае не делает их милашками, однако быть убитым младенцем… в этом что-то есть. Номер 13. Медсестрички из второго Сайлент Хила. Хотя и в первой части есть медсёстры, каноничный образ медсестры из Сайлент Хила был создан именно во второй части. Со временем их облик претерпел немало изменений, однако именно облик из второго Сайлент Хила запомнился людям больше всего. У них нет лица, один лишь окровавленный рот с обнажёнными зубами и челюстью. Кроме того, они гипертрофированно сексуальны, но это сделано не просто так. Мэри, жена главного героя игры, была смертельно больна, и медсёстры символизировали всё то, с чем он не мог справиться. Номер 12. Пожиратели разума из Demon's Souls. Порой их ещё называют людьми-осьминогами, по понятной причине. Пожиратели разума внушают страх, потому что… Что они за чертовщина? Что ж, по идее, они тюремные стражники в башне Латрии, но при этом они не похожи на ночных стражей. Они кастуют заклинания и всё такое. Но, по крайней мере, известно, что они приятно пахнут, потому что после смерти с них выпадает All Spice. Ещё бы, с такими мордами им он очень нужен. Номер 11. Ридеды из легенды о Зельде The Wind Waker. Их зубки напоминают о прекрасной мёртвой руке и закаренной времени. Ридеды опять-таки напоминают о том, что вы играете не в стопроцентную детскую игру. Эти ребята берут вас в охапку, причём не потому, что им нравятся бесплатные обнимашки или ещё что-то в этом роде, а потому что они мерзкие и кричат во всё горло аки-чёртовы-киты, аж кровь стынет в жилах. Это то, от чего у вас во время игры волосы встают дыбом. Номер 10. Регенераторы и, в частности, Железная Дева из Обители Зла 4. Как и большинство противников из этой серии игр, регенераторы – это тип зомби. В этом случае созданные путём помещения двух типов паразитов в тело человека-носителя. И что бы вы с ними ни делали, они регенерируют. Очень-очень быстро. А какая приятная мордашка! Сколько зубов! Но что касается Железной Девы, то она ещё хуже. Это регенератор с кучей шипов по всему телу, что ощутимо повышает уровень страха, внушаемый её видом. Номер 9. Молчаливые мальчики из Bioshock Infinite. Эти ребята выполняют роль надзирателей, и внешний вид у них весьма странный. Но не то, чтобы он моментально вселял ужас. Однако, если приглядеться, то становится понятно, что одежда на них неподходящего размера, а сами они заключены в эти шлемы, причём, возможно, с самого детства. Они издают поистине кошмарные звуки при вашем виде, тем самым активируя, вероятно, самые страшные моменты в игре. Номер 8. Леший из игры Ведьмак 3 Дикая Охота. В основе этого существа лежат мифы о Ван Диго, огромном древнем создании, бродящем по лесу и питающемся человеческой плотью. Его внешний вид я бы отнёс к категории Ходячий Кошмар. Он словно подстроился под природу, если бы так, конечно, было воплощённым злом. Череп оленя вместо головы смотрится особенно круто. Геральту определённо не занимать мужество. Если бы я увидел это в лесу, моей мгновенной реакцией было бы «Нет, я сваливаю отсюда». Номер 7. Мимики из всех игр серии Dark Souls. Они страшны совершенно во всём, и особенно тем, что они обычно лежат, замаскировавшись под сундук. А затем... Они готовы наказать любого жадину, желающего забрать содержимое сундука. И вы такой открываете сундук, с радостью будто выиграли в лотерею. А в следующий момент вы замечаете, что у сундука есть зубы, и он вас кусает. Очень сильно. Вы когда-нибудь видели, чтобы лотерейный билет атаковал покупателя? Номер 6. Прыгуны из второго Dead Space. Ну, которые более мощные, и, соответственно, более жуткие. У них несколько иной вид, они темнее, и у них мёртвые, но при этом почему-то светящиеся глаза. Они просто выглядят немного страшнее, вот и всё. Их куда сложнее убить, и они наносят куда больше урона. Так что они сделаны жуткими не просто так. Ну, как минимум, чтобы заставить вас ощутить себя беспомощными. Номер 5. Ликеры из второй обители зла. По сути, это дальнейшая мутация первоначального биоорганического оружия, то есть зомби. По идее, они созданы за счёт увеличения в них концентрации вируса. Хорошая идея. Они больше похожи на животных, и при этом более проворные. А ещё мозг у них снаружи. На руках и ногах у них когти, и к тому же у них длиннющий язык. Номер 4. Неистовый мудрец из Бладборна. Его легко спутать с зомби, и поначалу вы думаете, ой, да ладно, ничего страшного. Но потом он неожиданно бросается в атаку, при этом дико крича. Такое ощущение, что он моментально разгоняется с нуля до 60 километров в час, лопяй, я не знаю, они просто... Брррр. Номер 3. Химдемон из игры Ведьмак 3 Дикая охота. Он питается страданиями и чувством вины жертвы, поэтому его легко избежать, просто не делайте ничего плохого. Химдемон заставляет виновных страдать, и поглощая эти страдания, становится сильнее, и лишает жертв нормального сна, делая их всё более частые и реалистичные кошмары постоянными. К его жертвам сложно испытывать жалость, потому что они плохие люди. Однако, честно говоря, я бы никому такого не пожелал. Номер 2. Ведьма из Left 4 Dead. Эта крайне странная и крайне инфицированная дама может убить игрока за один удар. Она очень чувствительна к свету, и способна ощущать поблизости неинфицированных людей. И она вас будет атаковать, пока не убьёт. Когда же игрок умрёт, или ему вдруг удастся сбежать, она просто убежит, рыдая. Не знаю даже, как это описать. Её поведение сильно отличается от поведения других монстров в игре, и это производит мощное впечатление. И, наконец, номер 1. Хедкрабы из Half-Life. Как по мне, само название Хедкраб жуткое. Но на самом деле, они и сами по себе жуткие. Это инопланетные паразиты, которые, по сути, начинают управлять вашим телом, пользуясь им как транспортом. Они впиваются в голову, внедряются в нервную систему, и, по сути, превращают жертву в безмозглого зомби. Также существуют чёрные Хедкрабы, способные снизить ваше ХП до единицы. Конечно, вы можете постепенно его восстановить, однако их яд сделает вас крайне уязвимыми. Кроме того, ядовитые Хедкрабы могут создать зомби, носящих на себе ещё несколько ядовитых Хедкрабов. Просто замечательно. Вот вам ещё пара бонусных монстров. Сплайсеры-пауки из первого Биошока, выполняющие акробатические трюки во время атаки с помощью крюков. Канализационные многоножки из Dark Souls 3, прячущиеся в канализации в ожидании игрока, а затем кидающиеся на него. И фаланговый Огр, тоже из Dark Souls 3. Он представляет собой, по сути, гору рук, мутировавших склизких и отвратительных. Итак, каких противников из игр вы считаете самыми жуткими? Пишите внизу в комментариях. И если вам понравилось видео, ставьте лайк. А также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Как всегда, огромное спасибо за просмотр, и увидимся в следующий раз. Если вам понравилось это видео, вы можете помочь нам на Патреоне, а также подписаться на нас на Ютубе и Вконтакте. Субтитры сделал DimaTorzok